Так, о чем мы сегодня поговорим? Смотрите, ситуация на рынке конференций в 2024 году слегка изменилась по сравнению с тем, что было раньше. Если раньше мы могли трафик просто запустить на сайт из рекламы и получить сразу продажи с определенной конверсией, то сейчас этого практически не сделать. Ну, то есть мы можем это сделать, мы сами постоянно ведем такой трафик на сайт, но он не дает нам основного вала продаж, потому что эта аудитория холодная. И, соответственно, мы полностью перестроили свои стратегии продвижения после того, как увидели, что просто голый трафик на сайт перестал давать результат. И смысл смены этой стратегии заключается в том, что мы поняли, что сначала нам нужно собрать базу пользователей. То есть нам нужно собрать сначала людей, которые потенциально могут прийти к нам на конференцию, прогреть их, этих людей, контентом, и после этого уже сделать продажи. То есть мы сначала собираем аудиторию, аккумулируем ее в каких-то наших каналах, и после этого только продаем. Значит, что и где в основном сейчас работает? Да, в первую очередь мы собираем людей в базы в Телеграме. То есть Телеграм сейчас самый популярный, самый растущий канал. И в Телеграме есть боты, так называемые, если кто не знает. Соответственно, в ботах мы можем, например, составить расписание писем заранее. То есть просто сделать так, что у нас там через день каждый человек, который подпишется на бота, будет получать определенный контент, который мы можем заранее написать и, соответственно, этим контентом убеждать людей в том, что стоит пойти на конференцию. Это первый источник. То же самое мы можем сделать в ВК. Во ВКонтакте, ну вот сейчас, если вы до сих пор используете стратегию продвижения во ВКонтакте, там через встречи, через сообщество, продвигаете встречу, например, в ВК и не делаете там рассылки, то есть то же самое по факту, что и боты в Телеге, только во ВКонтакте, то вы упускаете огромное количество людей, потому что охват в обычном мероприятии, когда мы публикуем, например, контент во встречах в ВКонтакте, он крайне низок. Но в рассылках, если мы работаем, то этот охват достигает 80%. То есть практически все, кто подписывается к нам в бота во ВКонтакте, получают наш контент. И, соответственно, мы их касаемся и постепенно убеждаем в том, что стоит пойти на конференцию. Минусы Телеграма и ВКонтакте в том, что это старые по факту каналы достаточно, несмотря на то, что Телеграм сейчас растет. И в том же самом Телеграме огромный объем шума информационного. То есть мы считаем там кучу каналов, нам идет контент просто изо всех углов, и это влияет на восприятие. То есть человек просто может не выдержать от объема инфы. И во ВКонтакте примерно то же самое. А вот WhatsApp – это еще тот канал, который, ну, как мы его называем, он не заспамлен. То есть там гораздо меньше информационного шума просто в силу того, что там нету каналов пока, на всяком случае, их еще не подключили в России. Вот. Это плюс WhatsApp. Ну, и, соответственно, почта нам тоже всегда дает результат, потому что почту до сих пор читают. Это важный нюанс. То есть еще раз хочу донести до вас основную идею. Мы всеми способами пытаемся собрать в наши базы людей, там их убеждаем в том, что наша конференция или форум прекрасен, и потом продаем. И вот все лайфхаки практически, которые я вам буду показывать, они так или иначе решают именно эту задачу в той или иной форме. Я прекрасно знаю рынок продвижения конференций, и могу сказать, что, ну, вот, например, там, первую воронку, которую я вам сейчас буду показывать, ее используют, может быть, на рынке, ну, тех, кого я знаю, человека три. Вот. Больше никто, ну, во всяком случае, я больше ни разу этого не видел. Хотя этот инструмент очень рабочий. Итак, давайте начнем с первого лайфхака. Этот лайфхак я называю воронкой спикеров. Как нам вообще пришла эта идея в голову? Мы, проводя постоянно конференции, не только зовем спикеров, которых мы знаем, но и постоянно шерстим рынок на новые имена. То есть у нас каждый человек может подать заявку, и если нам понравился его доклад, он может выступить. Вот в том числе здесь, на Солдауте, есть очень много спикеров, которые у нас выступают впервые, которые подавали такие заявки. Их отобрал программный комитет. Собственно, люди, которые хотят стать спикерами, это, на самом деле, одна из наиболее вовлеченных и профессиональных аудиторий, которые хочут участвовать в мероприятии. Потому что они уже готовы к тому, что они будут выступать. Потенциально, да, внутри себя. Если они подают такую заявку. Соответственно, они там хотят делиться опытом и так далее. И мы до того, как мы стали этого делать, вообще никак с этой аудиторией не работали. Потом мы поняли, что эта аудитория тоже покупает билеты. И у нас образовалось целое отдельное направление работы, как с программой, чтобы постоянно получать новые интересные темы, но так, так же, да. Эти люди прогреваются и становятся нашими покупателями билетов в том числе. Соответственно, наша основная задача – рассказать направлению, рынку, на котором мы работаем. Мы это используем и на рынке маркетинга, и на рынке онлайн-образования, и на рынке ивентов. Показать людям, что мы собираем, собственно, спикеров. То есть надо сделать так, чтобы как можно больше идей в индустрии, и об этом узнаем. И мы делаем отдельные рекламные кампании на отбор спикеров и заводим всех спикеров в Telegram-бота. То есть для того, чтобы подать заявку, ты должен подписаться на бота. В боте ты получаешь инструкцию, и, соответственно, ты остаешься в нашей базе, как спикер. Любой, кто даже не дозаполнил заявку до конца, кто прошел отбор, кто не прошел отбор, но он остается с нами. Для того, чтобы таких спикеров отбирать, мы используем посевы в Telegram, то есть мы договариваемся с лидерами мнений о размещении поста, что вот начинается отбор спикеров. Это выглядит очень нативно, то есть это не выглядит как реклама, потому что ничего не продается, а продается как бы по факту, ну, если ты хочешь попробовать себя в спикерстве, вот, пожалуйста, заходи в бота. Это не выглядит, это очень на тиму получается. И, соответственно, это бесплатное действие, и люди с охотой, да, идут и подписываются на этого бота. Значит, в боты у нас обычно заходят до 2000 человек, иногда побольше. Но при том, что мы с каждым годом все больше и больше наращиваем эту историю, и стараемся сделать так, чтобы заходило еще больше людей. Ну, заходят, нужно понимать, что если человек зашел в бот, в бот, да, это не обязательно, что он оставил полную заявку на спикерство, да, то он может, я говорю, что он может на один вопрос ответить и слиться. Такое тоже бывает. Соответственно, мы рассказываем, как люди могут пройти отбор, и потом еще рассказываем в боте о самой конференции. И если человек не проходит отбор, потому что спикер у нас там уступает бесплатно, им оплачивается дорога и проживание, все такое, но если они не проходят отбор, они получают промокод утешительный, да, на билеты. И очень многие этим промокодом пользуются. Более того, многие из тех людей, которые находятся в этой базе, покупают билеты даже без промокода. То есть мы сверяли специально имена и получали эти данные. Значит, как это происходит? Вот смотрите, то есть как мы собираем людей в эту базу? Ну, во-первых, у нас всегда на сайте есть кнопка «Стать спикером», и как только открывается промо конференции, собственно, эта кнопка есть, вывешивается. Вот эта кнопка. Ну, на любой нашей конференции это стандартная кнопка. Дальше эта кнопка ведет на следующий, ой, на вот такой мини-лендинг. Он делается в сервисах бота, ну, в данном случае используется сервис бот-хелп. Здесь мы пишем, что вы можете стать спикером, нажимаете на эту кнопку, нажимаете «Начать», и все. И вы проваливаетесь в этого бота. Собственно, как мы продаем это еще спикерство? Просто я вам показываю сейчас пример. Это, например, пост, где я рассказываю, как мы отбираем спикеров, и он тоже заканчивается ссылкой на этот же мини-лендинг. То есть каждый человек может зайти и попробовать. Или мы покупаем рекламу в том числе. Чаще всего мы здесь работаем с теплой аудиторией, то есть той аудиторией, которая уже нас хоть как-то касалась. Обычно это ретаргетинг в первую очередь. Вполне конкретный, понятный посыл. Опять-таки точно так же человек заходит на подобные мини-лендинг. Или мы... Вот один из ходов, который вы можете использовать, это пример посева в Telegram, то есть как идет непосредственно реклама, у нас есть наши собственные каналы. Может быть, они и у вас есть. Да, у меня там есть два Telegram-канала по 20 тысяч человек. И я очень часто просто обмениваюсь постами. То есть про меня пишут, даже не про меня, да, пишут просто о том, что отбор открыт. Я там, например, рекламирую этот канал. То есть мы вот таким способом обмениваемся и по факту получаем бесплатный трафик. Ну и нужно понимать, что когда у нас есть вот эта кнопка на сайте, так как постоянно идет реклама, а стать спикером можно, ну, во время рекламной кампании, то есть мы закрываем отбор спикеров, ну, где-то там чаще всего за три недели. И вот за три недели до мероприятия, а трафик начинает идти за четыре месяца до мероприятия часто. И, соответственно, все это время, пока идет трафик, просто люди, которые заинтересовались конференцией, видят эту кнопку, проваливаются в бота, и мы их получаем результат. Так это выглядит. В общем, все достаточно просто. Теперь дальше. Лайфхак второй. Тоже, как мы увеличиваем базу. Мы очень часто сейчас, ну, не очень часто, но стали применять бесплатный поток. Что это такое? У нас сейчас восемь потоков. И мы подумали, почему бы нам просто один поток не показывать всем, кто этого хочет. Не всю конференцию именно, а один поток. Ну, вот в данном случае сейчас это поток продакшн. У нас обычно от шести до двенадцати потоков. То есть мы ничего не теряем, если один будет транслироваться. Соответственно, люди, которые приходят к нам на сайт, что происходит? Ну, средняя конверсия в покупку с рекламы, когда идет просто трафик на кинфу, это где-то полтора-два процента. Два процента – это хорошая конференция с именем, которую знают и так далее. То есть только два процента людей, из которых перешли с рекламы на сайт, покупают у нас билеты. А девяносто восемь процентов просто проходит мимо. И мы как бы, ну, просто людей теряем, и все. Мы, понятно, что мы можем ретаргетингом потом достать, то есть рекламу еще раз им повторно показать, те, кто был у нас на сайте. Но все равно они не остаются в наших базах. А здесь мы им даем на сайте возможность участвовать в бесплатном потоке. И бесплатно, ну, многие готовы. Интересно, посмотрим. И они также регистрируются в боте, в специальном тоже боте, тоже в ботхелпе. И где-то процентов, ну, 4-7 процентов людей, которые просто проходят через рекламу, они подписываются на поток. Например, на суровом питерском СММ у нас было 4 тысячи регистраций в этот бесплатный поток. При том, что сама конференция в оффлайне собрала 3 тысячи человек. Это очень существенная прибавка. Они посмотрели наш бесплатный поток, они увидели качество контента этого бесплатного потока, и в следующий раз нам будет гораздо проще продать конференцию. Это во-первых. Во-вторых, часть смотрит бесплатный поток, а потом покупает все. Потому что они видят качество потока и думают, а другие потоки тоже интересно. Пойду и куплю онлайн-билет. Мы онлайн, как бы, всегда продаем. Соответственно, это нам дает дополнительные продажи и дополнительную аудиторию, и прогрев этой аудитории, и, собственно, с ней потом мы можем работать. Тоже, как это выглядит. Кнопка бесплатна в верхнем меню, чаще всего, у нас стоит, она перебрасывается вот на такой бесплатный поток, там есть кнопка зарегистрироваться. Это может быть такой формат, то есть у нас это, если вы сейчас, прямо сейчас посмотрите там лендинг, на котором вы билеты покупали, вы увидите, да, где это находится. Это внизу находится. Но там на том же самом суровом мы применяли другой ход, у нас это просто было в тарифной сетке. То есть там все формы билета, и первый тариф – ноль рублей, один поток. И могу вам сказать, что вот по количеству регистраций лучше работает, когда эта кнопка находится в билет. То есть конверсия сильно выше. Потом они попадают вот на такой же мини-лендинг, мы здесь собираем заодно их e-mail, и это тоже можно делать в боте, в ботхелпе в данном случае. Это на самом деле любой сервис это делает, мы просто любим ботхелп. И мало того, что они попадают к нам в базу в Telegram, так как это бесплатный поток, на e-mail они должны получить трансляцию и так далее, то мы собираем еще и почту. И у нас есть и те, и те контакты. Можно и телефоны собирать, на самом деле. Ну, это уже зависит от того, чего мы хотим. Это то, что касается бесплатного потока и тест-драйва. Ну, одинаково называемых. Дальше. У нас, естественно, есть куча видео с прошлых конференций. И многие люди хотят посмотреть примеры выступлений. Там у нас бесплатный поток, а здесь мы даем возможность посмотреть, ну, в данном случае, например, два выступления. Обычно мы два видео даем, часовых. Больше никто обычно не смотрит просто. И, соответственно, выдается также на сайте, также есть кнопка бесплатно, и также человека заводят в боте. И так же это где-то 4-7% конверсия в регистрации. То есть мы еще больше расширяем количество людей, которые попадают к нам в базу. Да, и еще, ну, здесь очень важно понимать, можно не только конференции на эту базу продавать, естественно. То есть это уже сильно зависит от вашей линейки продуктов. У нас, например, за каждой конференцией стоит еще не один курс. Вот, например, есть у нас там курс, не курс, а конференция «Белая конфа». Она про онлайн-образование. И у меня есть курс, который тоже называется «Белый курс». Он про маркетинг и продажи в онлайн-образовании. И, соответственно, люди, которые заходят к нам на конференцию, попадают вот в этих бот, они потом также получают предложение по этим курсам и покупают эти курсы в том числе. Вот так выглядит этот скрин с сайта. Соответственно, у нас на каждом, вообще на любой конференции есть такая форма. и точно так же в боте открывается вот здесь выступление с прошлой конференции на Салдауте. Собственно, также нажимает на кнопку, проваливается и впадает в базу. Значит, дальше. Сбор базы через программу. Программа — это самый посещаемый раздел сайта. То есть, в первую очередь, чего хотят узнать участники, это что в программе. И здесь мы сталкиваемся с той же самой историей. Значит, 2% людей, допустим, у нас покупают билеты, 98% уходят. Да? Но 30% людей, там 25-30% в зависимости от мероприятия, в зависимости от трафика, хотят посмотреть программу. И нам пришла в голову идея, отдавать программу не на сайте, а сначала использовать сборы в бота. Либо во ВКонтакте в рассылку, либо в Телеграм-бота. То есть, мы рекламируем конференцию и в рекламном креативе говорим, вот, посмотрите программу. Дальше человек нажимает посмотреть программу и попадает не на сайт, а попадает вот на такой же мини-лендинг, который я вам показывал, да? Где пишется, что вот, нажмите начать и дальше мы пришлем вам программу. Человек таким образом попадает к нам в базу, тот, кто заинтересовался программой, и при этом мы еще часто эту программу выдаем на самом сайте, то есть, бот как бы в автоответ присылает ссылку на программу на сайте. И таким образом мы ловим человека и в нашу базу, и он на сайт тоже приходит в результате. тут на самом деле можно по-разному работать, то есть, я не настаиваю на том, что обязательно так, вы можете PDF-файл выдавать с программы, если хотите, прямо в боте, и вообще на сайт не заводить человека. Это уже как каждый решает. Есть еще ход, я не могу вам сказать, насколько это правильно или неправильно, мы так пока не делали, хотя, если честно, подумаем об этом. в принципе на сайте не давать смотреть человеку программу, пока он не подписался либо на бота, либо там не оставил свои контакты. Некоторые такое применяют. Вот, например, я могу сказать, что в свое время так делалась синергия, когда делала свой форум. То есть, чтобы там посмотреть полную программу, надо было ее, надо было контакты оставлять. И это, ну, вот как бы достаточно жестко, но в принципе разумно. То есть, человек не выпускается из базы таким образом. А это заинтересованная аудитория. Как это тоже выглядит? Ну, просто вам примеры креативов. Это Яндекс.Директ, это ВКонтакте. Вот идет просто реклама конференции подробная, и дальше ссылка на мини-лендинг, где эта программа выдается. Ну, вот так, например, мы работаем с Роунбитерским СНМ. Точно такой же мини-лендинг, как я вам показывал, только здесь это в другом сервисе мини-лендинг. Это в Target Hunter, по-моему. После того, как человек, собственно, перешел в бота, ему идет вот этот первый автоответ, это письмо, которое приходит в личку, и, собственно, там смотрите программу и переброс на сайт уже. Только после того. То есть, ну, как бы, короче, программа делается некой прокладкой, да, между сайтом и пользователем. это вот четыре уже способа, да, с помощью которых мы не теряем аудиторию, которая к нам приходит во время рекламной кампании, а собираем ее вокруг себя, и самое главное, это позволяет нам потом высылать людям контент, который рассказывает подробно о каждом плюсе вашей конференции, о каждом, о каждой фишке вашей конференции, там, и так далее. Я еще покажу вам темы, которые мы используем. Значит, следующий прием, который мы обязательно применяем, и на это мы тратим больше всего денег, это сбор базы до старта всех продаж, которые есть, а по факту это работа между мероприятиями. То есть, как у нас обычно конференции люди продвигают. Вот месяц до конференции остался, или хорошо, если два месяца осталось. Значит, запускайте нам директ, таргетированную рекламу, все, что угодно, делайте посевы у блогеров, там, и так далее, и продавайте билеты. Окей, реклама запущена, все это сделано, мероприятие прошло, какое-то количество там билетов продали, плюс, минус, там, по-разному, да, и до следующей конференции, которая повторяется чаще всего через год, об аудитории забывают. То есть, как бы, ну, просто выключается процесс, и все. А если вы хотите все время увеличивать количество людей, которые приходят к вам на события, то с ними надо работать и между этими событиями. И сейчас для этого есть прекрасные возможности, тоже чуть позже об этом скажу, но, короче, в чем суть? Мы делаем какие-то лид-магниты, которые могут быть интересны нашу целевую аудиторию. Например, вот у нас есть с Наташей Франкель написанная книга по организации мероприятий. Мы ее выдаем бесплатно в PDF-формате, электронную версию, за подписку. И запускаем кучу рекламы на такой лид-магнит. Ну, там я еще вам покажу вариант лид-магнита. Соответственно, человек подписывается на бота, взамен ему приходит книга, а дальше ему в соответствии с расписанием раз там в три дня, например, приходит какой-то полезный контент. Это всегда полезный контент. То есть это могут быть какие-то выступления с конференции, это могут быть статьи, это могут быть какие-то чек-листы, PDF-файлы и так далее. То есть все то, что может потенциально заинтересовать нашу целевую аудиторию. И конференция в этот момент вообще этой аудитории не продается. Просто дается куча бесплатного полезняка. Происходит это задолго до мероприятия, то есть старт, если там за два месяца начинается, то с лид-магнитами идет работа там за пять месяцев до конференции, за шесть месяцев и так далее. В зависимости от того, как вы хотите работать. Соответственно, люди привыкают получать эти письма, они их читают, кто-то отписывается, ну, понятно, всегда будет отток какой-то аудитории. И после этого письма начинают разбавляться другими письмами, которые рассказывают о подготовке конференции. О том, что можно по-разному на самом деле работать. Можно просто рассказывать, что вот мы делаем конференцию, вот там будут такие-то фишки, и так постепенно о ней рассказывать. Можно пытаться вовлечь аудиторию в процесс создания конференции. То есть рассказывать прям по шагам, что мы сегодня сделали. Вот сегодня мы поехали, там заказали крутой дизайн для нашего сайта. Или там вот посмотрите, какой у нас лендинг будет, и давай там какие-то черновые разработки этого лендинга. Можно высылать контент, как, я не знаю, вы поехали в типографию, заказали там будущие бейджи, там все остальное. То есть вот описывать процесс подготовки. То есть не полностью переключать контент, естественно, то есть у вас также идет постоянно полезный контент с определенной частотой, допустим, раз в три дня, но к нему начинает постепенно добавляться рассказы о конференции. И потом вы открываете продажи, и, собственно, по этой базе, которую вы накопили на лид-магниты до идет постоянная регулярная продажа уже конференции, помимо, повторюсь, бесплатного полезного контента. Он не прекращается. если у вас есть каналы, которые вы ведете, например, телеграм-каналы, ваши блоги какие-то, то вы эту базу можете еще переливать дополнительно в блог. То есть у вас вышел какой-то новый пост, и вы его анонсировали просто по этой рассылке. И таким образом вы и оставляете аудиторию в боте, и взаимодействуете с ней там, и заодно закрепляете ее за своим блогом. И там тоже с ней взаимодействуете. Такая двойная коммуникация у вас происходит. Например, у нас есть деловая эвантология. Думаю, некоторые из вас ее читают. И в деловую эвантологию как раз-таки часто переливается аудитория из боты. Как это выглядит? Это вот самые разные литмагниты. Я выборочно там вам несколько покажу, чтобы вы понимали просто о чем речь. Это все работает и в ВКонтакте, подчеркиваю. Я вам говорил, что два самых больших канала это Телега и ВКонтакте, и в Телеграм в том числе. Пошаговый гайд, как написать продающий текст на лендинг. Это для аудитории онлайн-образования. 100 каналов для рекламы онлайн-курсов Телеграм, АДС. То есть сразу просто берут люди каналы и по ним крутят рекламу. Очень удобно для работы. Как продавать инфобиз без вебинаров. Гайд по 12 экологичным воронкам. То есть это все литмагниты для аудитории онлайн-образования. Или если мы берем аудиторию ивентеров, то организуешь мероприятие, забирая бесплатно книгу. Это реклама в сторис во ВКонтакте. Или 25 идей для активности на мероприятии в 2024 году. Все это литмагниты и все это выдается потом собственно точно так же, как мы собирали людей на бесплатный допустим поток. Так мы переливаем аудиторию. Ну вот вышел какой-то пост, дается краткий анонс этого поста и дальше перейти к посту в Телеграме, в Телеграм-канале. Еще один способ, который работает на сбор с базы, это предзапись. Предзапись делается в том случае, если у вас есть трафик на сайте между мероприятиями. Ну, скажем так, тогда предзапись работает круче. Почему? Потому что вот мы замерили недавно у нас на суровой питерской СММ, на сайт сурового питерского СММ за 8, по-моему, месяцев или за 6, ну, короче, с конца октября вот по сегодняшний день пришло около 18-19 тысяч уникальных посетителей. Это большая аудитория, которая тоже по факту проходит мимо нас. Плюс у нас на сайте люди смотрят постоянно видеозаписи с конференции, и вы также будете смотреть видеозаписи салдаута, когда мы вам пришлем. И это тоже постоянный приход людей на сайт. Плюс многие еще пиратствуют, отдают другим людям ссылки, чтобы смотреть эти доклады, и, короче, еще больше этот трафик увеличивать. Соответственно, мы делаем на сайте кнопку или всплывающее окно, что хотите получить самые низкие стартовые цены на конференцию, подписывайтесь либо на канал конференции, либо на телеграм-бота. И просто на органике постоянно люди попадают в эту предзапись, и у них есть очень четкая мотивация, они хотят получить самые низкие цены. И таким образом мы все больше и больше и больше расширяем нашу аудиторию. Это просто я вам показываю статистику как раз-таки сурового питерского СММ, чтобы вы увидели своими глазами, сколько трафика может пройти мимо, если с ним ничего не делать. Запись точно так же. Вот сейчас белая конфа, там открыта предварительная запись на нее. И, соответственно, на сайте стоит кнопка записаться, и внизу, там, где обычно билеты, блок предварительная запись. И так же человек нажимает на кнопку, и либо он попадает в канал конференции, где будут открыты продажи, либо он попадает в бота, в зависимости от того, как вы захотите работать. Либо это делается так. То есть просто человек находится на сайте, появляется всплывающее окно, и тоже предлагается перейти в канал. С мотивацией, что это первые билеты по самой низкой цене. Теперь вот это я вам показал шесть способов, которые, ну, я вам говорю, что практически никто их не использует пока. Но еще лучше часть этих способов, особенно лид-магниты, работают, если запускать рекламу на них в Яндексе. Почему сейчас я делаю на этом акцент? Потому что сейчас Яндекс самая крупная площадка, которая дает больше всего управляемого трафика. Это, во-первых, не Телеграм и не ВКонтакте, а именно Яндекс. Во-вторых, в Яндексе очень стал развит искусственный интеллект. То есть Яндекс научился сам находить вам целевую аудиторию. Как это делается? Вы ставите какую-то цель, например, скачивание лид-магнита, например, скачивание книжки по мероприятиям, по организации мероприятий. система видит первых людей, которые скачивают эту книгу, набирает где-то 50 таких человек и на основе этого знания начинает искать похожих на этих людей других людей. То есть постепенно начинает расширять. И чем больше данных Яндекс набирает, то есть чем больше людей скачивают, грубо говоря, книгу, тем больше, тем точнее работает алгоритм. И здесь очень важно как раз-таки попасть в нужный лид-магнит. Я могу сказать, что вот, например, мы очень легко находим такие лид-магниты в маркетинге и в онлайн образовании, но вот с ивентерами мы очень сильно позаморачивались. Мы, блин, я не знаю, сколько лид-магнитов проверили. Книга, да, работает, ну и вот активности у нас работали тоже отлично. Но проверено было, я не знаю, наверное, штук 100, короче, самых разных как бы алгоритм начал находить все лучше и лучше аудиторию и достаточно по приемлемой цене. Вот. И вот это нужно понимать, да, то есть у него работает обучение. Если вы когда-то запускали рекламу в Инстаграме в свое время, то вот там тоже работало обучение. Работало обучение прекрасно. Из-за этого все любили этот канал трафика, потому что там ничего делать почти не надо было, а он как бы работал. И вот в Яндексе сейчас происходит то же самое. То есть там также работает хорошо обучение, как в Инсте в свое время. Соответственно, какую стратегию вам лучше всего выбрать, когда вы в Яндексе работаете? Значит, вы выбираете стратегию оптимизации за конверсию с обязательным включением автотаргетинга. Это самые важные две вещи. Я вам покажу на скринах, как это выглядит. Любой может настроить, по-моему. Это первое. То есть стратегия с включением автотаргетинга и оптимизации за конверсию. Второй момент, что конверсия должна быть бесплатна. Почему? Потому что тогда вы расширяете базу людей. В принципе, вот этот алгоритм можно было бы использовать для продаж билетов напрямую. То есть сделать конверсии продаж билетов за 20 тысяч, например, и так далее. Но этим вы очень сильно сузите аудиторию. И плюс билеты покупают у нас неравномерно. Ну вот у нас сейчас львиная доля продаж была сделана в последнюю неделю до мероприятия. А в первые месяцы продаж мало. И, соответственно, алгоритму просто не будет возможности нормально научиться. То есть он не сможет получить достаточное количество данных. А вот если мы делаем бесплатную конверсию и, например, с видмагнитом, можно бесплатный поток также рекламировать, можно программу также рекламировать и делать целью посмотреть программу, то аудитории будет много, потому что бесплатно люди легко выполняют цель. Значит, что такое конверсия, когда мы работаем в Яндексе, чтобы вы понимали, если вы вдруг этого не понимаете? Это цели, которые вы устанавливаете в метрике. То есть нажатие на кнопку на сайте, например, может быть цель. Переход на страницу программы может быть цель. Нажатие на кнопку перехода в бота может быть цель. То есть эти цели вы устанавливаете, и именно по ним алгоритм обучается. Значит, дальше. Основной таргетинг, который там используют, там, естественно, используется автотаргетинг, как я вам сказал, оптимизация за конверсию, но помимо этого самая крутая настройка чаще всего это ключевые слова. То есть то, что люди, которые относятся к нашей индустрии, вводят в поиски. Ну, к нашей, там, к любой другой, где вы делаете, собственно, мероприятие. Вы вводите эти ключевые слова, и на основе этих ключевых слов алгоритм понимает, как ему людей искать дополнительно. То есть он и целевые действия получает, данные по целевым действиям, и плюс к этому смотрит на ключевые слова. И очень важно, это ошибка, которую допускают очень многие. В Яндексе алгоритм разгоняется 7-10 дней. То есть у вас, что это значит? Это значит, что, допустим, у вас там первое выполнение конверсии может стоить очень дорого, например, там, я не знаю, 400 рублей или 500 рублей за скачивание литмагнита. Но через 7-10 дней цена падает до 10 раз. То есть если на старте стоимость была там 400-500, то потом она может стоить 50-60-40-30 там и так далее. Зависит от того, в какой нише индустрии вы работаете. И этого надо дождаться. То есть не смотреть на первый результат там в первые два особенно дня. Первые два дня Яндекс тратит половину ваших денег, которые вы установили. Но потом он начинает находить все лучше и лучше аудиторию, и, соответственно, цена начинает падать. Просто покажу вам несколько скринов, потом презентации мы всем вышли, глазами посмотрите. Это интерфейс Яндекса, просто эти вот действия, которые я вам писал, они все по факту есть на этих нескольких скриншотах. То есть вы выбираете рекламную сеть Яндекса, вы выбираете стратегию максимум конверсий с оплатой за клики, это и есть оптимизация за конверсию по факту, вы добавляете счетчик метрики, который у вас должен быть, и там устанавливаете какую-то цель. Например, вот это скачивание лид-магнита на скриншоте 21 идея для постов в Телеграме, в нише маркетинга у нас. Соответственно, и устанавливаете недельный бюджет. Мы обычно устанавливаем 5000 рублей в неделю. Это там 400 рублей в день получает 500, нет, 700 рублей в день. То есть можете установить 3500 в неделю. Это тоже нормально. Мы просто обычно тратим достаточно большие бюджеты, и поэтому не работаем с какими-то минимальными деньгами. Вот. Иногда мы ставим и 10 тысяч в неделю сразу, чтобы алгоритм получил больше денег и больше возможностей для оптимизации. И потом мы этим бюджетом в недельном управляем. То есть если мы видим, что мы получили достаточно нужную цену для нас, да, там 50 рублей, например, за скачивание магнита, то мы увеличиваем там с 5000 до 10 тысяч, потом с 10 тысяч до 15 тысяч, так там вплоть до 40 тысяч в неделю, если это того требует. И, соответственно, вот эта галочка автотаргетинг у вас должна быть переключенная, да, включенная, и тематические слова, которые описывают, собственно, вашу целевую аудиторию. Тут запросы, которые вводят люди про Telegram, и, соответственно, по ним мы понимаем, что эта иллюзия является нашим. Теперь еще пара лайфхаков не запланированных, больше, чем 7. Еще у нас произошли изменения следующие. Мы получили новый рекламный кабинет ВКонтакте, он работает как дрова, но одна настройка у него работает. Это Leadform. И это подтверждено реально многими людьми, которые эти Leadform используют. Соответственно, на мероприятия тоже можно попробовать собирать людей через Leadform. Что это такое? Это прям люди в ленту новостей смотрят, переходят по рекламе и сразу оставляют контакты, и с ними списывается дальше отдел продаж. Списывается или звонит, там, в зависимости от того, что вы собираете. вот там я сейчас буду показывать примеры. Стоимость одной Leadform для продвижения одного форма была от 200 до 500 рублей, что очень немного, то есть 200-500 рублей за контакт человека, который заинтересовался мероприятием, и процент в продажу, ну, во всяком случае, как нам сказали, был 20%, то есть каждый пятый покупал. Это, в принципе, очень неплохая экономика. Соответственно, можно это использовать. Значит, причем советуем суть события достаточно так, ну, не по верхам, а рассказывать прямо внутри Leadform'ы, чтобы люди были более осознанны. То есть вы можете описать мероприятие в две строчки, и ничего не понятно, и, ну, очень интересно, да, а можно написать немножко побольше, и тогда эта аудитория будет лучше конвертироваться просто на следующем шаге. Значит, выглядит это так, вот, это Leadform'а, это реклама на эту Leadform'у. То есть человек нажимает отправить и отправляет свои контакты, и мы их получаем. Ну, это, собственно, реклама этого мероприятия. Тоже простейшие, на самом деле, креативы, и при этом дают результат. Ничего такого сложного, тату-мастера соберутся со всей страны, идеи объединения в рекламе. Мы тоже это часто очень используем, когда продвигаем наши конференции. Вот, и, собственно, картинки, характерные для этой индустрии. И еще один лайфхак, последний. Это рассрочки. Я могу сказать, что, работая с разными индустриями и нишами, на конференции очень часто покупают билеты физики, да, им не оплачивает ничего, компания, не оплачивает никаких командировок, люди ездят за свой счет полностью. И таких людей много. Например, на суровом питерском СМН таких людей половина, наверное, если не больше. И если мы даем им возможность купить билет в рассрочку, то они с большей вероятностью поедут на конференцию, потому что за билет 20 тысяч плюс там еще дорога и так далее нужно заплатить. сразу много, не всегда у людей есть такие деньги, а вот 1800 рублей в месяц платить вполне себе подъемно для всех. И собственно, просто подключите рассрочки и все. И вы увидите сразу, что у вас будет больше купленных билетов, чем без рассрочек. Выглядит она вот так. На сайте у нас тоже, если хотите, можете посмотреть. На сайте Soldout эта форма стоит. Здесь рассрочка на 12 месяцев. Оформляется все через Тинькофф. У них это все максимально автоматизировано. Просто напишите в Тинькофф, они вам все расскажут, как подключить. Это очень легко. Мы все продаем с рассрочками, не только конференции. Вот. И здесь рассрочка на 12 месяцев, но там даже на 24 месяца можно делать рассрочку. То есть вообще на два года разбиваются платежи. И тогда, как вы понимаете, человек вообще будет платить 800 рублей в месяц или там 700 рублей в месяц, если возьмет такую. Там единственная проблема есть с одобряемостью. Не все рассрочки одобряет сам банк, но если одобряет, то все ок. Да, и эти деньги, если вы вдруг не в теме, они вам сразу выплачивают. То есть Тинькофф вам сразу выдает все, что должно быть, а с клиента он как раз-таки ежемесячные платежи получает. Так, ну и последнее. Значит, я вам говорил, что мы собираем этих людей в базу. И в базе мы максимально подробно рассказываем о конференции. Мы рассматриваем ее с совершенно разных углов. И это нам позволяет людей убедить в том, что на конференцию все-таки стоит пойти. Так как это делается через контент, они получают, ну почти все, кто там подписывается на бота, большое число, до 80%, то этот контент не улетает в трубу, он прописывается заранее. И как только человек попал в базу, например, на скачивание бесплатных видео, он начинает получать эти письма. Каждое письмо при этом о конференции заканчивается предложением перейти на сайт и купить билет. Практически. Практически каждое. Значит, что здесь мы делаем? Ну, мы, естественно, рассказываем историю, как пришла, в принципе, идея создать конференцию, с чего все начиналось. Какие у нас спикеры и почему мы отбираем именно так спикеров? Ну, например, у нас есть, ну, в принципе, у нас есть закон ротации. То есть, мы всегда обновляем состав спикеров на 50% минимума. То есть, вот, к нам нельзя прикопаться, что у вас одни и те же люди выступают. У нас, естественно, выступает там часть спикеров регулярных, но 50% это всегда новые люди, а иногда и 70% новых. И вот этот наш принцип, потому что мы таким образом обновляем, обновляем просто, новую кровь привлекаем, да, мероприятия, и, соответственно, получаем новый опыт, новые знания, и мы об этом рассказываем в письме. То есть, это наша идеология, которую мы транслируем. Мы рассказываем, как проходит отбор докладов, что с человеком происходит, когда он попал в программный, отдал заявку в программный комитет. Вот, по шагам. Для чего это делается? Для того, чтобы люди осознали, насколько серьезно подходит к отбору спикеров. Там прям весь алгоритм расписывается, и в том числе работа с методистом, как происходит, и все остальное. Значит, мы рассказываем в деталях, в каждой форме нетворкинга, который есть на конференциях. То есть, вот здесь есть много активностей для нетворкинга, и обычно каждая из них, либо это там объединено в одно письмо, несколько активностей, да, все это есть в этих письмах. Потом мы рассказываем, естественно, зачем нужен нетворкинг, потому что некоторые люди из наших индустрий жесткие интроверты, и они там для себя могут не понимать ценность знакомств. Мы им пытаемся объяснить, зачем это нужно. И вообще, что, ну, ты буквально за один-два дня на конференции можешь себе найти, я не знаю, заказчиков, которые ты ищешь там годами. И, ну, например, если мы говорим про рынок SME-маркетинга, или там ты можешь не просто одного, там, двух найти, а там с десяток этих заказчиков можно найти, причем у вас будет с ним личная коммуникация, а это всегда лучше, чем коммуникация, например, в переписке. Вот. Но это мы все доносим. Мы рассказываем, как можно оформить рассрочку в деталях тоже обязательно. Мы, естественно, показываем отзывы о конференции, мы показываем примеры с выступлений, с прошлых конференций, то есть берем выступления наиболее удачные, наиболее эмоциональные, например, и вшиваем это в эту серию. Мы описываем детально также вечеринки, которые у нас будут до конференции, во время конференции, после конференции, если у нас там их три, например. Мы можем рассказать о концепции конференции. Вот, например, здесь концепция конференции это возрождение, феникс отсюда. И, соответственно, это ключевая концепция этой конференции. Соответственно, мы эту концепцию пытаемся объяснить. Мы обязательно рассказываем о каждом потоке, что будет на каждом потоке, почему он так называется, в чем смысл этих потоков и так далее. Мы можем записать кружки с площадки, как мы готовим конференцию, в том числе, и отправить это в теле. Это тоже такой лайфстайл за стеклом, что происходит. Мы естественно рассказываем техническую информацию про конфу, то есть где будет происходить, сколько стоит, какая стоимость, когда это будет происходить и так далее. Мы рассказываем про онлайн, то есть как у нас устроен онлайн и почему можно никуда не ехать и, например, смотреть конференцию из дома. Если у нас есть бесплатный поток, то мы рассказываем еще о бесплатном потоке в том числе. Если у нас есть на какой-то конкретной конференции фишки, которые мы там раньше не использовали, то о них тоже идет рассказ. Плюс к этому мы рассказываем о сервисе на конференции, то есть по факту это что, где можно спросить, куда пойти, если все непонятно. Вот собственно эту информацию мы тоже доносим. Описываем какие есть рестораны, бары и так далее за пределами площадки, чтобы люди могли понять, где им отдыхать после конференции. Ну и то же самое рассказываем про гостиницы. Какие есть гостиницы, где можно остановиться и все остальное. В общем, это нужно понимать, да, я вам рассказываю темы, вот это 18 тем. Каждая из них может состоять из нескольких писем. Мы берем один поток и делаем одно письмо. То есть по факту здесь писем 25, 25-30. Это просто примеры того, чтобы вы понимали, как это выглядит. Вот здесь в данном случае как мы отбираем доклады, рассказ, то есть идет, идет, идет рассказ и дальше кнопка перехода на сайт конференции. здесь о концепции этого года тоже рассказ о том, как мы суровые вышли. Суровый питерский СММ это конференция, которая была только про СММ, а сейчас эта конференция уже про весь маркетинг. То есть, например, в этом году мы рассказывали про SEO, про Яндекс.Директ, в том числе про какие-то комплексный маркетинг, который использует все каналы, которые есть, про маркетплейс и все остальное. То есть, мы выросли тематически очень сильно. И об этом, собственно, в письме и написано. Ну и еще там один пример, я тоже не буду перечитывать, вы все это сможете посмотреть презентацию, если захотите. Просто, чтобы было понятно, как это выглядит. Вот. Это то, что касается контента, и вот именно его люди получают, попадая во все вот эти наши базы, которые я вам показывал на предыдущих шагах. В результате получается такой комплексный прогрев. Спасибо. Так. Мы переходим к вопросам. У меня лично есть вопросы, очень хочу задать. Если успею, то обязательно это сделаю. Я смотрю, да, есть руки. Давайте вот мы вам дадим первое слово, да. Представьтесь, пожалуйста, и вопрос. Марина, мандариновая леса, я хотела бы спросить, вот это вот бешеное количество контента, огромное, наверняка же создаете не вы непосредственно ручками, а есть команда. те, кто сидит и пишет письма. Как вы работаете со своими копирайтерами, редакторами, как вы вгружаете в них информацию, чтобы никто нигде не ошибся, ничего не забыл и сделал вот так хорошо, как нужно. Значит, смотрите, мы работаем, у нас внутри есть отдел копирайтинга, внутри команды, но вы должны понимать, что это не совсем релевантно для организаторов конференции, потому что у нас команда работает не только с конференциями, она работает с курсами, например, она поддерживает наши СМИ, то есть у нас есть там сайт эвентологии, где куча статей выходит, там там большой трафик на нем. Все это, естественно, делает команда по созданию контента, но если бы у меня стояла задача продвигать только конференцию и я не хотел бы там выворачивать нашу экосистему, то можно вообще обойтись одним человеком, который пишет об этом. Я бы сам мог написать эти письма. Тут важно, мы делаем много разных конференций, но в принципе очень много есть повторяющихся писем, то есть, ну, грубо говоря, ты один раз написал эту цепочку, а потом просто ее видоизменяешь там под другую конференцию под другую нишу, если работаешь там с разными нишами. И здесь не требуется большой загрузки, я там говорю, может делать один человек за зарплату, не знаю, 60 тысяч, но если мы выстраиваем именно машину по созданию контента, как у нас, то у нас есть главный редактор и у нас есть три, по-моему, сейчас копирайтера, плюс главный редактор, он тоже копирайтер, то есть он тоже пишет, а не только там проверяет. И, соответственно, эти люди в режиме нон-стоп постоянно пишут контент. Они пишут статьи, они пишут письма для прогрева на курсах, они пишут лангриды на сайты, они пишут вот эти цепочки в том числе, и, ну, это постоянная работа, отдел контента с главредом и простыми копирайтерами, на зарплате, все на зарплате. нездельная плата у нас. Так, вот в той части поднимали руки. Передайте, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте, меня зовут Алена, самое крупное мероприятие на рынке недвижимости. Такой вопрос, как вы решаете проблему с тем, что в последний момент спикеры отваливаются, потому что у нас чаще всего 30% ломает ноги, их срочно вызывают в правительство, еще что-то случается, и мы, соответственно, не выполняем те обязательства, которые мы ранее в наших маркетинговых материалах обещали участникам. Как вы решаете эту проблему? Может, как-то превентивно у вас есть это правило? Значит, смотрите, я понимаю вашу проблему. Тут есть, ну, во-первых, действительно, тут можно работать превентивно. Во-первых, понимаете, когда мы работаем через отбор спикеров извне, да, то есть мы можем пригласить десяток там спикеров лично, да, там программный комитет точно уверен, надо позвать, это да, но там 70%, если не больше, это спикеры, которые сами подают заявки на выступление. Когда человек сам подает заявку на выступление, он совсем по-другому мотивирован для того, чтобы выступить. У него ничего не болит, если он доклад, если его программный комитет пропустил. Для спикера это вообще, это соревнование, которое он выиграл, да, то есть там несколько тысяч человек, ну, там 2000 человек участвуют в отборе, то есть на одно место там 7, может быть, спикеров, 10 спикеров, 20 спикеров, и он побеждает. Конечно же, он хочет сам поехать на такую конференцию, где он прошел отбор. Это просто факт. Это первое. Второе, если мы делаем заявки на входе, вот такие, да, то у нас всегда есть запасные спикеры, и их очень много. Они же все, ну, не все прошли отбор, но есть, знаете, много таких заявок, когда ты сидишь и не знаешь, кого же все-таки лучше выбрать. И вот его взять или его взять, и берешь там, ну, кого-то одного, естественно, но второй человек тоже хорош. Его бы тоже бы поставить, да, ну, некуда просто. И из таких людей формируется запасной список. И вот у нас сейчас были замены таких. Они не афишировались, они как бы были во внутреннем документе, в тайминге, но в последний момент там двое, по-моему, отказались выступать. Они еще не успели попасть на сайт, к счастью. Вот. И мы из этого списка брали замены. И причем это для некоторых людей было, ну, таким тоже шоком приятным, да. То есть им уже отказали, а потом к ним вернулись и сказали, нет, все-таки давайте вы. И они как бы выступают. Вот. Поэтому это решает эту проблему. Есть еще способ держать просто спикеров с хорошим, хорошее отношение с кем, если есть спикеров, да, вот проверенных людей, держать их также на подхвате. То есть договориться заранее, что можно ты выступишь, если кто-то слетит. Так мы делали до того, как начали собирать заявки из открытого поля. А если говорить про публикацию программы, ну, то есть вы публикуете тех, кто может слететь, и потом просто их меняете, есть ли какой-то негатив от участников, кто ожидал определенного спикера? Смотрите, когда у нас много спикеров, и это не звезды, важно, да, если звезда слетит в последний момент, это будет негатив, его надо будет разруливать. Если у вас идет отбор просто людей с рынка, спецов лучших, то они не являются звездами. И в принципе, даже если, ну вот смотрите, у нас там 8 потоков, 80 докладов, если какой-то один доклад пропадет, или на его место встанет другая тема, да никто этого даже не заметит, потому что это надо внимательно каждый пункт программы изучить, не все на это способны, и запомнить, да, но если я говорю, что если спикер звездный, тут нет никаких вариантов говорить, что да, спикер не сможет, мы его заменяем, мы пишем это в наших каналах, конференции, на почте и так далее, то есть предупреждаем по всем источням. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!